Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Слава доблестным вооруженным! КОНЕЦ Смирно! Горожей в пьенному маршу! А батальон на одного линейного дистанции! КОНЕЦ Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш! Возглавляет торжественное прохождение парадных расчетов Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Солюков! КОНЕЦ С 1940 года открывает парады на Красной площади рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. КОНЕЦ 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 В Одессе проходит парадный расчет участников специальной военной операции во главе строя герой России подполковник Евгений Хабаров каждый военнослужащий парадного расчета образец личного мужества и озвания строю 7 героев Российской Федерации 24 кавалера ордена мужества на марше слушатели общевойсковой академии вооруженных сил Российской Федерации парадный расчет возглавляет генерал-полковник Александр Романчук в стенах прославленного учебного заведения получают академические знания многие участники специальной военной операции будущие полководцы российской армии среди них герои Российской Федерации Виталий Антонов Степан Белов Сергей Бойко Алексей Мищенко Энвер Набиев Мимо трибун проходят курсанты военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин сегодня университет является многопрофильным учебным заведением став правоприемником шести академий и военных училий среди выпускников университета герои России Евгений Бравко, Денис Кокуновский и Денис Сорокин получившие это высокое звание в ходе специальной военной операции на Красной площади военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева во главе парадного строя генерал-майор Игорь Горяев более 120 лет академия осуществляет подготовку офицеров материально-технического обеспечения 9 выпускников академии за подвиги в ходе специальной военной операции удостоены звания героя России в парадном строю курсанты Михайловской военной артиллерийской академии главной кузнице кадров для артиллерийских и ракетных частей парадный расчет возглавляет генерал-майор Олег Егоров среди выпускников академии 163 героя Советского Союза и Российской Федерации на Красной площади парадный расчет военнослужащих женщин возглавляет парадный строй подполковник Мария Васильева в составе расчета будущие специалисты войск связи радиационной, химической и биологической защиты психологи и переводчики юристы и финансовые работники на марше парадные расчеты воздушно-космических сил открывают прохождение офицеры и курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина во главе парадного расчета начальник академии генерал-полковник Геннадий Зевров выпускники академии продолжают славные традиции своих предшественников вносят новые имена в боевую историю российской авиации 12 из них удостоены высокого звания героя России за личное мужество и героизм проявленные в годе специальной военной операции академия успешно готовит кадры по 57 специальностям в том числе летчиков армейской авиации в Сызранском авиационном училище Родина по достоинству оценила их вклад наградив училище орденом Кутузова мимо трибун проходит парадный расчет военно-космической академии имени Можайского возглавляет строй начальник академии генерал-майор Анатолий Нестичук сегодня учебное заведение по праву является главным вузом страны по подготовке инженерных кадров и других высококвалифицированных специалистов по управлению закупниковой группировкой и контролю космического пространства на на красной площади парадные расчеты военно-морского плода впереди курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова во главе с начальником училища контр-адмиралом Вячеславом Сытником среди выпускников училища четыре героя России Мимо трибуны проходят курсанты высшего военно-морского инженерного училища выздавляет строй начальник училища капитан первого ранга Андрей Климентов учебное заведение является первым военно-морским инженерным вузом в мире 38 выпускников училища удостоены звания героя Советского Союза Российской Федерации. По Красной площади проходит парадный строй морского корпуса Петра Великого. Командует парадным расчетом начальник корпуса, капитан первого ранга Олег Игнасюк. Сегодня курсанты продолжают традиции своих предшественников, следуя девизу – честь службе, отечеству верность. На Марсе курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Командует парадным расчетом капитан первого ранга Павел Тудин. Среди выпускников училища – 18 героев Советского Союза и Российской Федерации. Три главнокомандующих военно-морским флотом России. На Красной площади парадный расчет Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Во главе парадного строя – начальник Академии генерал-лейтенант Игорь Афонин. Сегодня в стенах Академии готовятся кадры для управления самыми современными стратегическими ракетными комплексами с уникальными боевыми характеристиками, не имеющими аналогов в мире. Мимо трибун проходит парадный расчет Серпуховского филиала Академии Петра Великого. Его возглавляет полковник Сергей Семенов. Из стен учебного заведения выходят командные инженерные кадры для эксплуатации подвижных грунтовых ракетных комплексов. На Красной площади парадный расчет Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маркилова. Парадный строй возглавляет полковник Сергей Молочников. Выпускники училища являются примером выполнения воинского долга. 181 офицер-десантник удостоен звания Героя Советского Союза и России. Из них 43 за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции. На марше Московский пограничный институт ФСБ России. Парадный расчет возглавляет начальник института генерал-майор Михаил Чепик. Выпускники института стоят на страже государственной границы нашей Родины, обеспечивая ее неприкосновенность. На Красной площади курсанты военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко. Восглавляет строй начальник академии генерал-лейтенант Игорь Гемельянов. В ходе специальной военной операции 4 выпускника академии удостоены звания Героя России. Мимо трибун проходят военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. Во главе строя командир бригады полковник Игорь Орлов. Сегодня воины-железнодорожники восстанавливают железные дороги в зоне специальной военной операции. Обеспечивают бесперебойное продвижение воинских эшелонов. На марше личный состав военной полиции вооруженных сил Российской Федерации возглавляет парадный строй подполковник Роман Дунин. Военные полицейские с честью выполняют задачи по поддержанию законности и правопорядка в зоне специальной военной операции. На Красной площади парадный расчет орденов Жукова и Красной Звезды Академии Гражданской Защиты МЧС России возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Виктор Панченков. Учебным заведением подготовлено более 75 тысяч специалистов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. На марте военнослужащие отдельной дивизии оперативного назначения имени Тершинского войск Национальной Гвардии России возглавляет парадный строй командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов. В этом году прославленному соединению исполняется 100 лет. За заслуги по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в зоне специальной военной операции дивизия награждена орденом Суворова. Всероссийское казачье общество представляет парадный расчет казаков Всевеликого войска Донского. Возглавляет строй казачий генерал Виталий Кузнецов. Более 30 тысяч казаков-добровольцев воюют в зоне специальной военной операции. За мужество и героизм семерым присвоено звание Героя России. Завершают бешую часть парада курсанты прославленного Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом кремлевцев полковник Ярослав Гладких. За столетнюю историю в стенах училища подготовлено более 60 тысяч офицеров для сухопутных войск. Многие из них стали военными руководителями самого высокого ранга. Сегодня в зоне специальной военной операции подразделения и воинские части, возглавляемые офицерами-кремлевцами, успешно решают поставленные задачи. За проявленное мужество, стойкость и неизгибаемую волю к победе, более 5 тысяч выпускников училища награждены государственными наградами. 17 удостоены звания Героя Российской Федерации. Музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное сопровождение парада осуществляет сводный военный оркестр Московского гарнизона под руководством главного военного дирижера, заслуженного артиста России, генерал-майора Тимофея Маякина. На Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. В ее составе 61 единица боевой техники, стоящей на вооружении российской армии. По традиции, открывает прохождение техники легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 под боевым знаменем 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии. Командует экипажем 34-ки старший лейтенант Александр Воробьев. На Красной площади колонна универсальных бронированных автомобилей многофункционального назначения «Тигр-М» и многоцелевых бронеавтомобилей ВПК «Урал» с дополнительной защитой 16-й гвардейской бригады специального назначения. Командует парадным расчетом капитан Александр Стоянов. Впервые на Красной площади представлены образцы специальных бронированных автомобилей «КамАЗ» с колесной формулой 4х4 и защищенных санитарных автомобилей «Линза», предназначенных для решения задач всестороннего обеспечения, поиска и эвакуации личного состава с поля боя, возглавляет колонну капитан Айрат Рахматуллин. На Красной площади колонна бронированных защищенных специальных транспортных средств на базе автомобиля «КамАЗ», предназначенных для перевозки личного состава в районах боевых действий и огневой поддержки в зоне проведения специальных операций. Во главе парадного расчета майор Александр Крипак. Боевая техника ракетных войск и артиллерии представлена высокоточными ракетными комплексами «Искандер-М» 112-й гвардейской Новороссийской ракетной бригады и 448-й ракетной бригады имени конструктора ракетного вооружения Сергея Непобедимова, возглавляет парадный расчет майор Иван Фермин. Сегодня воины-ракетчики своими внезапными и мощными ударами наносят невосполнимый ущерб противнику в зоне специальной военной операции. На марше колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 549-го ордена Ленина Краснознаменного зенитного ракетного полка Воздушно-космических сил России возглавляет колонну майор Ахмед Майсигов. Боевые характеристики комплекса, заложенные российскими конструкторами, были полностью подтверждены результатами практического применения в ходе специальной военной операции. Мимо трибун проходит механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. В ее составе автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии. Командует парадным расчетом подполковник Николай Голубев. Сегодня воины-ракетчики в полной мере используют высокомобильные возможности комплекса. Его способность гарантированно поразить цель в любой точке земного шара. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», остаются грозной силой ядерного сдерживания, надежным гарантом безопасности Российской Федерации. Совершают прохождение парадного строя боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. «Бумеранг» Су-30СМ и МиГ-29 Пилотажных групп русские «Витязи» и «Стрижи» возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. «Небо над Красной площадью» расцвечивает цвета Государственного плака Российской Федерации «Шестерка самолетов-штурмовиков Су-25БМ» возглавляет группу полковник Владимир Мартасов. В финале парада военные музыканты сводного оркестра Исполнит песню «Родная страна». «Родная страна» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»